Представьте себе, что у нас есть таблица, в которой не 3 строчки, а, например, 5 строчек или 7 строчек. Давайте опять начнем с любого нечетного числа. Итак, вот такая таблица размером 2K плюс 1, где K больше правильный шлук, K больше правильный шлук, K больше правильный шлук и так далее. На 2N плюс 1. Я утверждаю, что если N больше или равно 1, и если K тоже больше или равно 1, то такую таблицу легко заполнить. Для того, чтобы это сделать, давайте я попрошу вас напомнить мне, как выглядит таблица 3 на 3. Помните, вы мне диктовали, пожалуйста, еще раз. Хотите магический квадрат, хотите то, что было до этого. 8, дальше. 1, 6, 3, 5, 7, не слышал. 3, 5, 7, 4, 9, 2. Отлично, спасибо. Спасибо вам большое. А вот теперь правда очень простая штука. Что? Если у нас числа не от 1 до 9, а от 1 до 15, и нужно, чтобы в столбцах по-прежнему сумма была бы одна и та же. Кто поймет, как очень легко эту таблицу дописать? Это совсем просто. Молодец. Совершенно верно. Надо написать сюда самое маленькое из оставшихся чисел, а потом увеличивать. 11, 12, а потом идти в обратном порядке. 13, 14, 15. Смотрите, вот оно. Из вот этих чисел. Самое маленькое, самое большое. Чуть побольше, чуть поменьше, чуть побольше, чуть поменьше. Поняли идею? Да. Ребята, и вот эта идея. Добавление двух строчек. Здесь числа идут по возрастанию, а потом назад идут тоже по возрастанию. То есть вот так, как мы возрастали, возрастали, и потом так возрастали. Эта идея позволяет к любой уже имеющейся таблице добавить две строки. Значит, если мы решили задачу для тройки, то мы таким способом решаем задачу, в которой 5 строчек, 7 строчек, 9 строчек и так далее, и так далее, и так далее. И значит, все замечательно отличается. Так, все поняли? Да. Все поняли? Ну и теперь все ли понимают, что вообще-то, если бы строчек было четное число в начале, то вот этим приемом мы таблицу легко бы сделали. Да. Просто начали бы, представьте, вот здесь таблица, здесь четное число. Один, два, три и так далее, потом назад, такой змеи. Да? И все мы сделали. Значит, когда четное число, то всегда можно такую таблицу. Ну, давайте я для примера. Скажем, представьте себе, у вас есть таблица, в которой 4 строки, и сейчас сколько получится столбцов? Раз, два, три, четыре, пять. Как ее заполнить? Это очень просто. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Понимаете, да? Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Вот и все. Во всех столбцах сумма очевидна одна и так. Значит, если у нас имеет... Я направлял камеру вот на... Так, еще раз, вот, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, шестнадцать, двадцать. Такая змейка для любого четного числа строчек задачу решает. Значит, если у нас есть таблица, в которой А столбцов и В строчек, то для четного В все можно. Пишу. Если В четное, то можно. Отлично. Это мы знаем. Дальше. Если В нечетное, то можно. Когда? А. А тоже нечетное. Почему это так? Любое нечетное число можно представить как тройку плюс четное. А про это мы говорили, говорили, говорили. Единственное, что мы еще не сказали. Мы не сказали, а почему, когда А число четное, а В нечетное, но больше трех, почему нельзя? Оказывается, что это вычисление такое же, фактически, как у нас было. Смотрите, что нам дано? Дано. В нечетное. Пусть мы это знаем. А. Четное. Ничего не. Так. Почему ничего не выйдет? Еще раз повторю мысль. Надо выписать все числа до... Нужно выписать все числа от одного до АВ. Выписать их в обратном порядке. АВ. АВ минус 1, АВ минус 2 и так далее. Двойка и единица. В каждом столбце сумма будет одна и та же. Итак, в каждом столбце сумма будет АВ плюс 1. Столбцов будет А умножить на В. Поэтому надо сделать следующую штуку. В каждом столбце АВ плюс 1 умножить на количество столбцов, то есть на А и на В. Разделить на 2, потому что мы написали сумму 2 раза. А еще разделить на количество столбцов. То есть еще разделить на число А. И вот смотрите, что тогда будет. У нас здесь сократится и получится такое выражение. АВ плюс 1 умножить на В и разделить на 2. И это ужасно. Потому что число А четное. Значит, А умножить на В тоже четное. Прибавляем единицу, получаем нечетное. В нечетное. Произведение нечетных нечетное. А нечетное разделить на 2. Это число не целое. Такого не бывает. Либо количество строк четное. И тогда всегда можно. Либо количество строк нечетное. И тогда, удивительным образом, это можно для нечетного числа. Так, все. С этой задачей полностью разбрались.